всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 1 февраля сегодня девятый день после посева вот моих первого лотка для супер раннего урожая вчера я делала полив все подробно вам показала все ссылки к видео о том как я делала посеву как готовила землю в описании к этому видео будет сейчас я хочу сказать что я делаю в обязательном порядке после каждого полива вот вчера был первый полив через восемь дней после посева почву я увлажнила где редки увлажнила посильнее междуряди увлажнила поменьше сбрызнула чуть-чуть ну короче довела до влажного состояния чтобы более-менее было равномерно и обязательно после каждого полива я делаю рыхление междурядиев это обязательно во первых сейчас при подсыхании если грунт будет подсыхать то возможно образование корочки корочка будет препятствовать поступлению туда в нижние слои грунта воздуха кислорода а это очень важно для корневой системы я просто беру свою эту же ковырялку и также как я до полива сухую землю рыхлила также я сейчас делаю очень очень нежное рыхление прям чуть-чуть чтобы вот этот грунт он был не однородный не прибитой водой не корочкой а как бы ну как ну разрушая верхний слой все чтобы предотвратить образование корки процедура это очень простая и рыхление рассаде можно делать не обязательно после полива прошло два-три дня можно еще немножко порыхлить и вот я уже прочитала в комментариях что рыхление называют сухим поливом если у вас нет возможности поливать вот кто-то даже писал в комментариях что в огороде если нет возможности поливать можно ли их лишний раз прорыхлить это считается сухим поливом растение получает такую же пользу как от полива я даже выражение сухой полив не слышала почему-то ну потому что у нас нет проблемы, нет дефицита воды, мы всегда поливаем тогда, когда нам нужно. Но вот рассаду рыхлить, я считаю, нужно обязательно. У нее пока что она маленькая, пока что она нежненькая, нужно все-таки создавать ей более такие комфортные условия, чем растениям в огороде. И вот после каждого полива я делаю рыхление. Следующий полив будет примерно через 7 или 10 дней, ой, через 7 или 8 дней, 10 не выдержат, жарко дома. И вот все, сейчас после полива я сделала рыхление, и следующие 7 дней можно не расстраиваться, не подходить. Но я, конечно, подходить буду, потому что я осматриваю поверхность земли, делаю медосмотр. Но, как вы видите, земля черная, без различных вкраплений, без белых налетов, без плесени, без каких-то. Земля в прекрасном состоянии, ничего на ней нет, можно не расстраиваться. И если я сейчас буду выдерживать режим полива и не перелью, не буду переливать, не буду часто лить на них, то, скорее всего, эта рассада вырастет крепко и здорово, и никаких заболеваний у нее не будет. Все, до свидания. Это вот такие самые-самые простейшие, элементарные методы ухода, приемы, вот эти полив рыхления, все, больше им ничего не нужно. Кстати, у ботяни, видите, уже настоящие листья полезли, вот им всего 5 дней.